Ну что я вам могу сказать? Давайте, это будет... Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Шадов, кандидат, там, анимологических наук, мастер манги, повелитель Сёнонов, там, все дела, всё, 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 смотрели, всё читали и продолжаем смотреть и читать, комментировать, обозревать. В общем, я вас всех дико, 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 короче, обожаю. Меня зовут ещё раз Александр Шадов. Запомните, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, кто этого не делает, тот пёс и родители, того, короче... Да ничего с ним не случится, не забейте, забейте, да? Всё будет хорошо. Чё мы сегодня рассмотрели? С 90-й по 185-ю главу Ганза, и у вас будет впереди сейчас полный обзор, переполненный спойлерами. Дальше, вот сейчас, вот сейчас, я небольшой обзорчик сделаю, дальше можно не смотреть, да? Ну, короче, полный пиздец, классно, классно, полный пиздец, в позитивном смысле полнейший пиздец, тотальный пиздец происходит. Битва с динозаврами, охуенно, красиво, мощно, молодёжно, вообще кайф, короче, понравилось. Арка с этим чубриком, который тоже в школу ворвался, понравилось. Убийство тает, тоже, блядь, я заспойлерил. Сука-то пошли нахуй, всё-всё-всё, спойлеры, спойлеры, спойлеры. Всё круто, всё круто, спойлеров будет ещё больше дальше, если будут заказывать. Короче, кайф, 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 ГАЦ, это очень круто, ребят, всем рекомендую, читайте ГАЦ, кто не прочитал тот пёс. Дальше ещё больше спойлеров, дальше ещё больше спойлеров, ребята, очень много спойлеров. Дальше, если хотите, смотрите, если не хотите, идите отдыхать. Вот как-то так, вот как-то так, вот как-то так, поехали, всё. Так, сейчас будет основной обзор. Ну что, друзья, здравствуйте, сегодня у нас будет обзор манги Ганса, мы продолжаем с середины, да, мы уже до 90-й главы дочитали, теперь начинаем с 91-й, напоминаю, все сдохли. А, простите, без спойлеров, без спойлеров же, да, если вы внезапно открыли, вам, наверное, будет очень грустно узнать, что в 90-й главе все сдохли вообще, все сдохли, кроме главного героя, да. Ну, наверное, ладно, простите, дальше будет без спойлеров, ребята, дальше будет без спойлеров, да. Ну, что, будем читать сейчас, просматривать, рассказывать, что там происходит, поехали. Короче, Челик решил сталкерить копию этой главной героини, вот-вот-вот так, ну, тёлочки той, у них же копии все, он ещё копию решил найти, вот-вот даёт. Короче, Челик напугал оригинал этой девки, вот это да. Она, то есть он сказал, что он жил с такой же, как она, назвал её фамилию, имя, а девчонка просто охуела, если можно так выразиться, да. Она была шокирована, ну, ну, окей, отличный план, парень. Ну, вот, короче, вводят новых персонажей, вот ещё одна милашка, вот длинноволосый Челик, и они с другим знакомятся. Все дела, короче, новые ученики в школе, ба-ба-ба-бу-бу-бу-ба-ба-ба, короче, нормально. Неожиданно вот этот новый Челик, высокий, потлатый, короче, спрашивает у нашего героя, чё он знает про Ганс. Нихуя себе, герой, герой в шоке стоит такой, чё, блядь, а у него бомба в голове у героя, что она взорвётся, если он будет рассказывать про эту штуку, лол. Чел решил прийти к нему домой и показал, короче, сайт «Комната чёрной сферы». Все события описаны на этой странице реальны, со мной на самом деле. Это не фантастика, это, я не знаю, когда это началось, возможно, недавно, да-да-да-да-да, в Токио есть всеми забытая комната, соседи не обращают на неё внимания, ду-ду-ду-бу-ба-ба-ба-ба-ба-ба, охота, очки, советы, форум. Вот это я понимаю. Полное-полное, да, написание в Ганзе, на сайте. Короче, кажись, ниший чел, которого убили на второй миссии, который был самым выёбистым долвоёбом, кажись, взял и написал всю эту хуйню. Ну, писал этот сайт, потом сдох, ну и поэтому там на сайте информация последняя только про лукового монстра. Лол. Лолкек, короче, непосредственно. Ну, и вдруг, неожиданно, наш герой, Кей, оказался в сложной ситуации, просто потому, что, ну, этот чел, вот фанат сайта, неожиданно, да, этот потлач, потлач. Его спрашивают, какого хера это вообще там твое имя написано, а? Расскажи нам, почему такое совпадение неожиданное? Вот заинтересовало, пацана. Кей, скажи, у тебя под рубашкой бронекостюм? Ты был в той комнате? Верно, а? А? У него же башка взорвется, что? Кей просто в шоке. Ну, все, герой переместился, сейчас будет, короче, батл рояль. Батл рояль снова сейчас будет, новый инопланетянин, и поехали. Вот-вот этого дядьку, вот-вот этого чубачела какого-то странного. Любит практически ничего, характер сильный, сильная воля. Любимая фраза, я вижу тебя насквозь. Какая херня. Его, короче, одного вообще отправили туда, а чё делать-то? Чё делать теперь? Один на один с врагами. Чтоб перепрыгнуть с одного дома на другой, короче, герой такой... Оставил оружие, если что. Зачем? Ну ладно. Оставил оружие, единственное, которое могло там его не спасти, не спасти. Вот с ним вот этот чубрачел, короче, будет сейчас. Чубака этот. Чермиллион, блин. Сейчас будет драка. Это фри-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и так. Бах! Герой, короче, улетает нахер. Сбил его с ног. Опа! Бам, бам, бам. Ну, в общем, вот. Чё-то такое себе. Чё-то такое. Пистолетики-то у него остались. Очерик быстрый. Очерик быстрый достаточно. Ой. Ой. Панч, панч. Панч, панч, панч. Ещё панч. Панчи за панчами летят. Просто панч за панчем. Один за другим. В лицо просто вталкивают. Попробуй вернись, инопланетная сука! У-у-у! Опа! Ну, кажется, получилось. Кажется, получилось. Прострелил его. Бам! Он на куски развалился. Это ли всё? Что, понравилось? Такие уроды, как ты, убили моих друзей и девушку. Теперь ты сдохнешь, а я вернусь домой. Я остался совсем один, и у меня чертовски паршивое настроение. Бу-Ко-Би-Ни-Дзун-Дзу-ДА. Хэ. Кэх. Конечно. Это ничего не изменит. Йоу. Короче. Короче. Опа. Окей. Ну же. Ну что же ты? Като Ну короче глюки у него пошли Да добивай уже Господи Нет выбора Я просто пытаюсь выжить Черт не могу выстрелить Като Тут выбора нет Или ты или тебя На войне не обязательно становиться зверем Черт похоже я схожу с ума Он умер Я не хотел И чел плачет Бля не нифига Как всегда нифига Как всегда их много Бля Вот так Ну и вот Идет сражение Так он был тут не один Плохо дело Они что стаями ходят Он убил одного из нас Напал без причины Чудовищное преступление Нет прощения Одного из нас больше нет Нет прощения Нет прощения Нет прощения Непростительно Что стал персонажем Какой то бредовой манги А они как будто Передают мне свои мысли Впрочем похоже Разговора по душам Все равно не выйдет Смерть ему Убейте его Так же как он убил Одного из нас Разорвем его на куски Отрывайте ему руки Отрывайте ему ноги Но голову оставьте Напоследок Ух Какие они силачи Осторожно Он уже убил Одного из нас Обезвредить Да в конце концов Он все равно Всего лишь Человек Всего лишь Человек Ребята Ха-ха Брррр Поебальнику Бррррр Бррррр И полетел Бам-бам Ну вот Я убью вас Суки Убью всех До единого Па-бамс Упал Ну не убьешь Видимо От меня Отъебитесь А-а-а 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 Ему кажется Реально руки Сейчас оторвут Норм Глава называется Без рук Глава называется Без рук Да Охуеть Отъебитесь От меня А-а-а А-а-а Блядь Не надо Я больше не могу Нееет Смерть ему Смерть ему Бля Ему реально Оторвали руки Ебаный в рот Что? Или нет? Че блядь? Костюм Оторвали А-а-а Я-то думал Все Пиздец Конец Чуваку Без рук Не постреляешь Особо Держите его Не дайте ему уйти Он прыгает по крышам И убегает Видимо до оружия Которого он оставил Лежать Вот оно И вот он сейчас будет Отстреливаться Там Бам-бам-бам-бам-бам Нормально Теперь я узнал, как ты сражаешься Я никогда не забуду того, что ты сделал Мы мирно жили среди людей Ни во что не вмешиваясь А потом пришел ты и всех убил Без повода, без причины Ты чудовище Да затнись ты, моралист хренов Давай, иди сюда, вот он я Ха-ха-ха-ха-ха Я знаю, как ты сражаешься Я не куплюсь на твои уловки Хм, вот ублюдок Что ты задумал? Ну, куда же ты? Беселье только начинается Да, ты трус, Берекен Ха-ха-ха Ха, бля Куда он делся? Бфф Ого, Берекен сам вооружился оружием Вот это я понимаю Он мой герой Он мой личный герой Респект таким парням вообще Панч, панч Туф-туф А, черт, руку сломал Ааааааааааа Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Бам Похороче, все Нет Ааааааааааааааа Чёрт, как высоко. Ну, он спрыгнул. Осталось, кстати, уже меньше двух минут. На самом-то деле. Чё-то не очень круто. Боже, как страшно, я не могу. 21 секунда. 10, 2, 0. А, он назад телепортировался. Миссия провалена. Прикиньте. Миссия провалена. И он не умер. Начнём сначала. Минус 46 очков. Минус 46 очков. Чего? What the hell? Челики с близнецами пришли. Короче, челу одному по челюсти-то хлопнули. У него челюсть отвалилась. Короче, опять какие-то хулиганы доебались и получили. Быдло получило по заслугам. А, так это не просто. Это тот инопланетянин пришёл за океем в жизни вообще. Чё? Чё, лол? Ну, короче, челик его нашёл. Вот этот челик, который, да, он его отыскал наконец-то. Сейчас они встретятся. Сейчас они встретятся. Господи. Я уже убил четверых твоих товарищей, они мертвы. Так же, как и мои. Не может быть, это тип. Берекен. В чём дело? Я не чувствую в тебе горя. Я же убил твоих друзей. Тебе их не жаль. Друзей, ты что, спятил? Я их даже не знаю. Хе-хе-хе-хе. Если я убью всех в этой комнате, тех, кого ты знаешь, тебе при этом случае будет всё равно. А? Всё равно ли тебе будет, братишка? Ты убил всех моих друзей. В этом мире я остался один. Мне мало просто убить тебя. Ты должен страдать так же, как страдаю я, говорит Берекен. Ну, короче, челик там всех кромсает в этом классе. Всех, короче, в мясорубочку, короче, превращает. Ну, чё, бывает. ГГ съебался. Вот этот длинноволосик остался. Он парту в руках держит. Все вокруг почти убиты, кроме девчонки. Вот той, с которой он решил познакомиться. Ну, там, короче, тему эту я специально пропустил. Всё объяснять довольно тупо. Ну, вот сейчас, короче, будет. А вот и он. Красавчик. Красавчик такой сидит там. Короче, этот длинноволосый чел с ним дерётся. И нормально даже уворачивается от его ударов. И всё вообще, всё вообще по блату. Круто сделано. Молодец. Кайф. Короче, реально челик пришёл мстить. Ты пришёл безо всякой причины. Убил всех, кто был мне дорог. Теперь мне больше незачем жить. Я лишь хочу отомстить. Правда, на моей стороне. Говорит инопланетянин. Норм. Ха-ха-ха. Короче, главному герою теперь мешает девчонка из его класса. Он пытается её спасти. Говорит, иди спрячься. И он при ней не может драться с ним. Потому что ему голову взорвёт гадса, если это произойдёт. Да? Ну вот. Инопланетянин охотится за ними. За ней прежде всего. Потому что, блядь, инопланетянин ебанутый. Ему хочется, блядь. Ему хочется, блядь. Короче, хочется, да. Хочется всех убить. Теперь. Ну, челик приземлился в толпу, короче, всяких полицаев. А полицаи его, короче, расстреляли. Опрос. Эффективно это или нет, хороший. Не, конечно, они его не убили. Ну, просто пули фигня. Вот он и обезглавил одного из, в общем, полицейских полицаев. Короче, ОМОНчик чё-то не справился. Жаль. Ну и вот, теперь обезглавленный полицейский. Летит вверх. Картинка офигительная, кстати. Давайте увеличим даже. Ух, ух, ух. Как круто. Прям вот, ух. Класс, 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 класс. ГГ всё же его подкараулил из-за угла. И всадил ему свою пулю. Вот так вот, смотрите. Вот там вот, бам. Опа. Инопланетянину конец. Вот эта пушка, ну, вы помните, да? Бах, инопланетянин такой. Ну, чё ты делаешь? Не убивай меня, пожалуйста. Хватит. Короче, герой её ещё и Шпрехин задойчнул неожиданно. Смотрите. Вот даёт. Вот молодец, короче. Вот, короче, парень и девчонку, короче, спас и поимел. Классика. Молодец. Вот так и надо, ребят. Учитесь. Курсы пикапа. А тут и черек вешается на своём ремне. Кайф. Короче, к пацану пришёл какой-то ебаный телепат, который тоже, видимо, с ним силой поделился. И сейчас начнётся какая-то хуета, я полагаю, да? Ну, ладно. Сейчас узнаем. Нахуй телекинез неожиданно появился у людей. Ну, окей, типа, допустим. Хуйня с телекинезом, конечно, странная. Надеюсь, это какой-то инопланетный вирус. Короче, блядь, оказывается, этого чела, которого телекинезу научили, его там какие-то хулиганы, блядь, насилуют в школе, там, отсасывать заставляют. Чё такое вообще? И он хочет их убить, а его кто-то там ещё в интернете отговаривал. Нет, не надо. Ты думаешь, если ты убьёшь их, всё изменится, блядь. Ты, наоборот, ты станешь плохим. Твоя душа там испортится, блядь. Ууу, ты не сможешь дальше жить, как раньше. Да похуй, просто взял и убил. В чём проблема? Чё здесь такого, блядь? Прикиньте, вас каждый день в рот ебут какие-то долбоюбы, блядь. Ай, у вас нету возможности защититься, и вдруг появляется. Да убивать, блядь, надо в таком случае. Особенно, если вы уверены, что останетесь безнаказанным, надо убивать вообще без вопросов. Да? Да, я уверен, надо убивать. Надо, блядь, убивать вообще. Вот, вот, то есть, да, если реально, вот, по закону всё чистенько, то есть, если у вас там суперсила есть или кинетическая, и вы можете убить всех этих хуесосов неожиданно, тогда так... И всё. Надо убивать. Надо убивать 100%. Вообще никаких бесед, никаких там переговоров. Всё, убил нахуй. И всё, конец. Так и надо. Так и живём, так и живём. А бы иначе никак просто. Но он их ёбнул, кажется. По крайней мере, покалечил. Покалечил, правильно сделал. Респект. Вот это Роман Кабан вышел, смотрите. Вот это Ромка. Это Маркус Блеен. Это Маркус, реально, это наш зритель любимый, Маркус. Вот он. Вот он, Роман Кабан появился. И как же он крут. Как же он классен. Как прекрасен просто. Бог. В вашем районе. Кто лучше всех дерётся. Знаете такого человека. Приведите его ко мне. Что с вами такое? Скажите кто-нибудь. Э, э, э. Лохи. Чмохи. Ну чел, короче, целую банду побил. А чё ему ещё делать? Ну, короче, ходит и всех бьёт без остановки. Всех побеждает. Крутой. В итоге он до Кея дошёл. Я слышал, ты здесь самый, самый сильный. Да он же слабак. Никакого огня в глазах. Такой шлёпок просто не может быть хорошим бойцом. Причём этот качок, как бы, реально его побил только что. Изи. Вообще изи-бризи. Вы даже в костюме. Чел ничего не может противопоставить особо. Ну как, ну как. Попало ему несколько раз по голове, а великан просто увернулся от всех ударов. И всё. И конец. Ну вот. С разбегу в итоге его чпокнул. Я проиграл. Есть человек сильнее меня. Разве не искал я? Да, я увидел это сразу. Он мастер. Настоящий. Мастер. Чел просто в читерском костюме побил великана. И всё норм. Короче, какой-то превращающийся афроамериканец начал расстреливать людей из пистолета. Вот. Кратко пересказываю всё, что я прочитал. Короче, афроамерикан убивает кучу народа в Японии. И там вот эта вот девочка, с которой спит наш главный хироу. Вот она. Вот она девочка. Вот это вы знаете её, да? Вот он с ней спит. И вот, короче, герой просто в шоке от того, что происходит. Он как бы сейчас попытается что-то сделать. Он уже в своём костюме мега-гангстерском. Едет валить. Качок. Короче, девчонка схватила ребёнка. Вот эта вот, которая спит с нашим главным героем. Но её спас Качок. Прикрываясь, блядь, трупом. Чё? Ладно, нормально. Качок подходит к нашему, в общем-то, этому стрелку. Кровавое воскресенье глава называлась, да? Подходит к стрелку, чтобы наказаться его. И бросает в него труп и... Чё, наказывает, типа? Я не понимаю, что... Ну, типа, наказывает, да. С пушкой ты или бес, я всё равно с тобой справлюсь, говорит Качок. Но в нём появляется несколько новых дырочек. Качкодырочки, они такие... Опа, панч последний. Бах! Финал. За шею его хватает, истекая кровью. Моё почтение. Ну не, Афроамерикан ему в итоге ноги прострелил. Достал ещё пушку и, короче, всё. Не, кажется, это конец. В голову. Бум! Ну, в общем, чел, который расстреливает всех в центре и на площади, вероятно, перестреляет вообще всех главных героев. И они все окажутся в чёрной комнате... В комнате с чёрным шаром. Видимо, это так будет. Да. Классика. Здесь собрались все. Качок уже умер. Телепаты сейчас пойдут, короче, вмешиваться. И тоже, видимо, умрут. И девчонка, ну, тоже, видимо, умрёт. И ещё, наверное, умрёт этот... Как там его... Чел с длинными волосами. Ну, рано или поздно должен умереть. Ну, телепаты могут пули останавливать. Крутые. Чё? Ну, короче, батька поостанавливал пули, и всё. Конец. Ну, вы видите, да, что в нём дыры. Бля, девчонка выжила, но длинно волосик решил её похитить. Чего? Чего, блин? Чего? Он реально решил её похитить, мудак? Господи. Вот чёрт, он всё-таки решил в эту комнату попасть, и хочет теперь вот так вот. Блин, мудак. Я тут такое впечатление, что какие-то реинкарнации подогреваются. Хотят сделать какую-то реинкарнацию, скорее всего. Я, честно говоря, пока нихуя не могу понять, но вот такое вот. Челик хочет сдохнуть и, видимо, переродиться обратно. Ну, короче, да, он умер. Нормально. Просто пушка его разорвала. Нормас. А вот и они все. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ха-ха, у меня получилось, да. Блядь, какое нелепое странное возрождение. Чё? Аааа, ничего не понимаю. Панда, блядь. Здесь панда. Изумий. Изумий, ах ты ублюдок. Изумий. Бум. Какой же он слабак. Ну что за неудачник. В тот момент я еще не знал, что в этот раз мне придется сражаться без костюма. Блядь, опять, опять. Бля, у Изумий 100 очков, сука. Да так нечестно. В смысле 100 очков? Господи. Ааа, он решил собрать самых лучших бойцов. Вот. Гац решил, короче, перехитрить всех. Ха-ха-ха. Гац пишет. Гац пишет. Кей, в прошлый раз мне очень не понравилось. Как ты упустил, ну, этого демона, да. Если я сейчас, и не наберешь хотя бы 15 очков, тогда ты мне больше не нужен. Лол. Ну все, какие-то динозавры. Ну, кучу статистов, которые умерли, я перечислять не буду. Вы понимаете. Потому что это просто бессмысленно и бесполезно. Да, там куча статистов по подоху только что. По классике, ничего нового в данном случае нет. Блин, тупо динозавры теперь. Везде динозавры. Тридцитератопс. Вот раптор какой-то выпрыгивает, съедает дядьку. Ну, такое. Чё, тридцитератопс крутой. Вот как-то вот так вот. Видите, встал на задние лапы, крутой такой. Чё, длинноволосик совсем крышей поехал. Ему чё-то нравится драться с этим тираннозавром. Простите, с этим тридцитератопсом. Ну, вот такое. О, господи. Всё, разрубал его, сейчас пойдёт. Вот. Уи, всё, драка пошла. Давайте я буду, короче, листать и показывать вам драку. Можете останавливать, смотреть, какая красотища. Тираннозаврики. Ой, разрублены напополам. Уф. Уф, жарко. Уф, хорошо. Уф, красиво. Ой-ой-ой, как классно. Как классненько. Тух-тух-тух. Бои. Телепаты убивают динозавров. Своей вытянутой рукой. Вот это я понимаю. Нормально. Ну, с кулач, короче, просто их валит кулаками. Чё. Чё ему. Он просто крутой. Всё нормально. Тут, короче, дед поподкидывал динозавров. Там статистов убили опять. Бывает. Статисты постепенно вымирают. Герой без доспехов продолжает расстреливаться здесь. Ну, короче, вот. Бам-бам-бам. Отстрелил ему жепу, короче. You do it. Yes, yes. Короче, вот эти вот. Great amazing. Yes. Тупо обыграли американцев. Типа, great amazing. Бля, ещё, видимо, эта девчонка переродилась в виде медведя. Но это ж классика. Это ж классика. Теперь два 30 тератопса. Победил одного, получай ещё двух. В подарок. А вот и батя. Вот и батя тираннозавр. Тираннозавр секс. Простите. Тираннозавр секс, это моё почтение. Это моя новая выдумка. Тираннозавр секс. Круто. Тираннозавр, короче, убил 30 тератопсов огненным шаром. Чё? Короче, непонятно. Короче, пацан жахнул тираннозавра. Без брони сам справился. Молодец. По-царски. Крутой, короче. Крутой пацан. Крутейший просто. Ну, в общем, вот. Можете видеть, как тираннозавру голову расфуручило. Он сражается с боссом, смотрите. Вот это бойсик теперь. Большой брахиозавр. Класс. Ну, это-то длинноволосый потвач. А вот и он. Кью, кью, кью. Хе-хе-хе. Пацанчик вырос, короче, неожиданно. Луфи. Луфи вырос. Это, люди, моё место. Вы зашли слишком далеко. Ту-ту-ту-ту-ту. Качок без брони выходит. Извините, ребята, но он мой. Он мой. Бля, этот качок, короче, в рукопашку дерётся с мудаком. Фига себе, короче. Они тут от тираннозавра убегают. Этот чел вообще ещё больше стал. Чё такое вообще? Ну, вообще, чё такое? В смысле, чё я удивляюсь? Это очевидно. Это так и было. Опа! Кого-то разрубило. Кто этот парень? Он же с нами был в комнате. С ним ещё Куруну подрался. Ах, 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 ах. Давай поедем спасать Куруну с этим мечом. Может быть, ты сможешь что-нибудь сделать. Давай ещё чуть-чуть. В прошлый раз, когда время кончилось, я потерял все очки. Даже если я наберу больше 15 очков, они все будут аннулированы. Если только я не убью эту тварь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, обнажённые тётеньки. Обнажённые тётеньки закрываю, простите. Простите, ребят. А вот и за главным героем бежит огромный тираннозавр. Это не тираннозавр, брахиарозавр, блядь. Ну вы поняли этот. Жопозавр гигантский. Нельзя всё время убегать. Нужно что-нибудь сделать. Ну что, как мне убить это чудовище? Надо спешить. Времени почти не осталось. Твою мать, люди. О-о-о-о, нет. Оно прибежается. Ну пожалуйста, хоть кто-нибудь услышит меня. Спасайтесь, бегите. О-о-о-па. О-па. Окей. Он всё ещё жив. Нахуя он к людям бежал? Нихуя непонятно. Что происходит вообще? Что творится? Что творится? Господи. Я на самой границе зоны. Уже слышный сигнал. Но почему меня трясёт? Почему мне так страшно? Я ведь смирился с тем, что умру. Ха. Ха. Она ведь меня не заметила. Раньше в моей жизни не было ничего после миссий. Мне некуда было возвращаться. Лишь пустая комната и много одиночества. Аката всегда считала его странным. Теперь начинаю понимать, когда я пойду в старшую школу, может я буду жить отдельно? Короче, Челикова реально постепенно меняется в этом произведении. Типа в лучшую сторону. Он был мудаком полнейшим в самом начале, а теперь перестаёт быть мудаком. А Аката, который вот видимо переродился в длинноволосика, он наоборот становится кринжиёбом саным. Ублюдком. Из хорошего доброго персонажа становится абсосом и долбоёбом. Неожиданно. Ну правда резко довольно перемены происходят, но это ладно. Ну вот, типа этого. Я здесь не ради Куруна. Я просто хочу прикончить этого монстра. Короче, герой попытался пробраться под него и выстрелить. Но монстр его заметил. И сейчас будет финальный удар. И Кей, я так хочу тебя увидеть. Костюм всё ещё хранит его запах. Кей, я люблю тебя. Я всё ещё жив. Что происходит? Что происходит? Панча. Как я могу уступить такому слабаку, как Куруну? Кей, я сильнее тебя. Наруто! Сосуки! Наруто! Голова отрублена. Молодец, ты убил его. Нет. Я его только разозлил. Всё, бестолку мы обречены. Кей. И сейчас будет выстрел. Ну, герой пробрался ему под жопу, короче. Всё, сейчас будет выстрел финальный. Ну же, ещё чуть-чуть. Ещё пару секунд. Ха! Ха! Ой, блядь, глаза. Чё? Чё? Он мне... Что? Что? Бля... Очень скоро я вернусь домой. Давай, 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 стреляй. Стреляй по нему. Блядь, жёстко. Красота. Блядь, на животе глазища. Класс, класс, класс. Кайф. Круто. Блин, он реально теперь людей спасает. Не мудатки поступает, как тогда. Он теперь изменился, он стал другим. Добрым. Какие-то мужики в чёрном там идут. Чё? Эй, босс, они исчезают. Быстро убейте их. Чё? О! Их пальцы превратились в оружие. Чё? Что? Короче, люди в чёрном попытались ебануть старика. Но старик тоже ушёл. Пацаны ушли, короче. Там более-менее. Этот чёл с мечом длинноволосый потлач тоже смог уйти. Но какие-то, блядь, они чё, вампиры. У них там пальцы превращаются. То есть, какие-то странные челы, которые пытаются убить наших пацанов. Но наших пацанов только там афроамериканцев убили, правда. И это относительно, ну, типа, чего? Ну, да, было резко, короче. Ещё раз убили этих статистов на этот раз. Да, в прошлый раз убивали не статистов, а тут статистов. Болван. 11 очков. 11 очков. Фанатка Куруно. Номер 1. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ноль очков. Хочет, чтобы Кей залез к ней в трусики. Ха-ха-ха, это неправда. Нет, я не хочу. Кей, это всё неправда. Эта штука всё врёт. О, силачок. 5 очков. Деревенский Бегун. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. 9 очков. Нормальный результат, кстати, да, для блондинчика-то телекинетического. Старик 5 результатов. Лысый. Ха-ха-ха-ха. Черри. Хон-хон. 0 очков. Слишком много обнимает Незуми. Э-э, Наба. 0 очков. Пытается быть крутым, но не может. Ха-ха-ха. Изуми. 16 очков. Всего 16. Обалдеть. 16 очков. Как он столько набрал? Ну ещё бы. Я один из лучших ганзеров. И вы всего лишь новички. Вам повезло, что вы вообще выжили. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, да. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. 58 лол. Лол, сосать. Лежать, сосать, короче. Да выёбывался. Вот это я понимаю. 58 очков. Не может быть 58 за одну миссию. Не зря Куруну наш лидер. Ха-ха-ха-ха. Бля, длинноволасик вообще обалдел сейчас, наверное. Поверить не могу. Как же он набрал столько? Вот даже костюм не надели. Ту-ту-ту-ту-ту. Лох. Лох, ебать. Он наконец-то предложил нормальный вариант. Мы будем делать то, чего никто не делал. То есть собираться между миссиями. Я расскажу вам всё, что знаю об этом месте. Блядь. Мы будем вместе учиться. Блин. Ну, наконец. Ну, наконец. Господи. Лузеры. Лохи. Ну, сколько можно было. До середины манги дотянули, конечно, с этим говном. Наконец-то. Ох. Ох. Наконец-то мозгов хватило. Да. Учиться мы будем. Лол. Сколько можно. Сколько можно, челы. Сколько людей можно было спасти. То вообще важно жнать окуруну. Знать окуруну, да, необходимо. Прежде всего, он педалоликончик. Педалоликончик, короче. Непосредственно его тяночка, малолеточка. Он с ней обнимается. Ну, вы поняли. И один из людей в чёрных. Это младший брат нашего главного героя, короче. Ну, вы поняли. Классика. Челики в чёрном отправляются за этим Изуми, который длинноволосый. Которая реинкарнация. Ну, вы поняли. Предыдущего. Второго по главности героя. Кажется, это он там всех перебил. Я что-то там перепутал, когда читал. И мне показалось, что это главный герой там всех. Окей, короче, подставил. А оказалось, что вроде уже нет. Ну, типа, как-то так. Ладно. Ну, в общем, напали люди в чёрном Изуми в чёрном костюме своём всё это время ходил и увернулся от меча. Просто ушёл, да. Исчез при этом ещё. Ну, короче, всё сделал грамотно, правильно, технично, отработано. Молодец. Молодец. Я им горжусь, честно говоря, крутой чёл. Блядь, тут у этих чуваков ещё клыки чё-то отрастают. Вот эти вот чё, какие клыки. Они вампиры, что ли, все? Ну, Изуми, короче, всех перебил. Будучи невидимым, все эти люди в чёрном стали людьми в перерезанном. Прошу прощения, да. Да, 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 да. Ху, блядь, хуй, я за шутки уже прощения прощу. Вы охуели. Просто тупые, блядь, зрители, нахуй. Доя там и все остальные псы. Вы, блядь, мои личные, сука, персональные враги. Я больше не буду извиняться за свои шутки, ублюдки. Поняли, блядь? Ужас. Ужас, блядь. Как вы меня выдрессировали, мудаки тупые, стримерские гандоны. Блядь, аааа. Ну вот, всё дошло до боя один на один. Все остальные подохли. Остались только самые крутые пацаны. Нужно заканчивать бой. Они почти так же сильны, как я в броне. Но теперь, когда костюм не действует, мне хватит и одного удара. Не говоря уже о том, что это тип... Похоже, опытнее остальных. И есть такое. К счастью, вокруг больше ни души. Если обычные люди нас увидят, неизвестно, как к этому отнесётся гадз. Надо спешить. Но не терять осторожность. Нужно просто предугадать его движение. Ну давай. Оп. Сумку отрезал. И волос лол. Эй, куда ты так спешишь? Ведь это же весело. Началось, короче. Началась битва. Ну, в общем, обезручили сначала. И обезглавили этого челика. Ну всё, конец. И Зуми победил. И Зуми крутой. В общем, любовный треугольник. Там вот эта малолеточка. Его там всегда дела. Там минетики все дела делает. Прям, блядь, в манге. Ну ладно, бывает, конечно. А вот с ним теперь ещё эта суперзвезда общается, которая была одна из этих гадзеров. Ну вы поняли. Ну и вот. У него сейчас предстоит у главного героя сложнейший выбор между своей малолеточкой и суперзвездой, кумиром и айдолом. Ну окей, узнаем, что он выберет. Ну в общем, герой пошёл на свидание со звездой. Ну ничего не было, но пошёл со свидания пока. Нормально. Ну типа девчонка-то мелкая его бросила, когда узнала, что он на свиданку ходил с суперзвездой. Но, слава богу, настала миссия и можно больше не париться с этими женскими пиздобьёбинами всякими. Больше никаких отношений. Только пиздилово тотальное. Во, люблю такие штуки. Нахуй, нахуй эту бабскую хуету. Нахуй эти слёзы, грёзы и вот это всё говно. Вот это всё, всю ваниль к чертям. Просто какие-то ванильные ублюдские главы. Ненавижу это всё. Вот сейчас начнётся настоящий контент. Надеюсь. А вот этот демон какой-то зильный, зудя по виду. По виду он вообще такой вот. Любимой фразы нет. Не любят тех, кто меньше его. Любят лошадей. Сильный, большой. Да, описание 10 из 10. Ну вот этот их демон, с которым они будут сражаться. Чел на лошади с какой-то алибардой что ли. А их два даже. Ух, классика. Классика. Пиздец, они реально людей режут. Чё? 8 целей. Делимся на группы и постараемся устранить их как можно быстрее. Это же невозможно. Наверное, я спятил. Да, а, у. Страшно. Мне больно. Мне это точно снится. Да, это всё просто кошмарный сон. Ты серьёзно. Но это не похоже на сон. Да, чел, не может с тобой ничего случиться. Кто ты? Обалдеть. Не может быть. Вах. Ну, короче, сражение идёт. Сражение, короче, происходит. Качественно. О, ну это изумие. Кайфует просто. Сколько их осталось? Двое? Ой-ой-ой. Вот это стрёмно. Девчонка его здесь стоит. Девочка-девчуля. Что ты здесь делаешь из всех мест? Ты выбрала рапунги. Мы ведь так и не сходили. Бля, ну хватит уже, чел. Хватит ныть. Заебал. Окей, осторожно. И вдруг. Ух. Сейчас их голову отрубят, наверное. Нет, наверное, нет. Он защитит, наверное. Ну, конечно, он спас её. Вытолкнул. И она жива. Всё нормально, ребят. Всё нормально, всё хорошо. Не может быть, Кей. Это ты. Она его не видит, правда. Кей просто взял оружие вот это алебардное и отрубил голову челу. Лол, что? Хе-хе. Ну да, в костюмах это может быть. Ну, нормально. Время закончилось. Настало время делить очки. Болван. Десять очков. Оу. Десять очков ишь-то. Хе-хе. Ну, короче, там девчонки разговаривают друг с другом. Ну, сейчас это мы прочекаем. Я прочитаю. Я за-за-за-за-за-за. Старичок десятку бахнул. Нормально. И Зуми тоже десятку бахнул. Короче, изи. Ну, Куруна 20 очков. Ему осталось всего 22 очка до победы. Вот это я понимаю. Окей, скоро ты сможешь стать свободным. Уи-ху. На теме хочу очков. Хейбалов. Нахуан ин. Лэблад. Какой-то корейский... Простите. Ладно. И тут неожиданно сразу же вторая миссия. То есть, они решили особо не ждать. Бах-бах. Они даже не переместили их на место. Они сейчас вторую миссию будут выполнять. Блядь, убить девочку что? Маленькая, слабая, любит рисовать мангу. Любимая фраза Кей. Что? Тая Каджиму они хотят, будут убивать сейчас. Чего, блядь? Чего нахуй? Чего, блядь? Это же обычная девочка. Мы что, должны убить человека? Чего, блядь? Что за хуйня началась вообще, блядь? Чего? Что, блядь, происходит? Да за что? О, блядь. Она инопланетянка, что ли? Я пока не понял. Он что, ее даже не прочекал, лох? Изумий, мудак. Пользуется этим и говорит, что их основная задача убить, блядь, Кея. Чего за хуйня, блядь? А, мудаки ебаные. В итоге, короче, завязывается битва между самими этими Гадзерами. Бля, они против друг друга теперь. Кто хочет, кто не хочет. Смотрите, вот это я понимаю. Нормально. Слушайте, охуенный поворот. Неожиданно. Ну, почти все против. Почти все нормальные ребята против. Они не будут, в общем, принимать в этом участие. Изумий, короче, остался в меньшинстве. Он, по сути, один. И вот хулиганы. Четыре хотят убить девочку. Думаю, хулиганов расход пустят. У меня есть подозрение, что девочка что-то реальная инопланетянка, потому что ее копии сидят в двух разных местах. И еще одна с этим. С Кеем. Что происходит, непонятно, на самом деле. Так что сейчас разберемся. Еще у нас несколько глав. Не, кто-то их ударил. Это Кей, вероятно. Вот он их заманил, что ли. А, что это он? Он здесь. Куруна, осторожно. Блядь. Да где он? Не знаю. Посмотрите на радаре. Я не понимаю. Бум. Откуда стреляют? Меня пропали. Блядь, валим отсюда. Прости, малышка. Прости. Они тебя напугали. Они действительно пытались меня убить. На меня правда хочется. Да, но не бойся. Я не дам тебя в обиду. Но ведь я больше не твоя девушка. Почему защищаешь меня? Ведь тебя тоже могут убить. Это не важно. Я буду защищать тебя. Просто потому, что должен. Быстрее. Нам нужно идти. Опа. Опачки. Бэтлрояль продолжается. Ну что, теперь Ки и Зуми друг с другом сражаются. Вот как-то вот так вот. Вот теперь они два главаря здесь. Друг против друга. Еще и в состоянии невидимости. О, они дают. Круто. Круто, круто. Бля. Ну и пизды сразу получил. Заступилась, получила поеблу. Уходите, я их задержу. Кей, нет. Его же убьют. Ха-а-а. Черт. Тебе конец, Кей. Будь ты проклят, Изуми. Будь ты проклят. А? Я его вижу. Теперь он наш. А, тут еще челики присоединились помогать. Ну нормально. Нормально. Блин, оказалось, что эта дурочка взяла и сфотографировала одного из гадзеров, когда вот ее Кей там тогда спасал. И из-за этого ее, видимо, и пытаются убить. Ёбаная, блядь, дура малолетняя. Вот не повезло. Вот же не повезло. Все из-за нее. Ну, Кру, ну там, короче, всех заловнил. Он там сразу против там трех или четверех, четырех челов. Или даже пятерых херачился. И всех кор... А, ну вот три чела, вот уже два лежат. В общем, он вообще топовый чел. Нет. Окей. А? О! Чего, блядь? Ну? Блядь, ее же почти спасли. Суки, блядь. Да что за хуета происходит? Она могла просто уехать и спастись. Ну, мудаки, блядь, ебаные. Опять. Полный пиздец. Да вы охуели просто. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Боже, пожалуйста, не забирай ее. Тая, а, не может быть. Все, вот так закончится. Тая. Игра окончена. Все закончилось. Черт. Это было жестко. Я бы не хотел снова через это пройти. Пиздец. 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 Ну и вот. Теперь мотивация персонажа складывается. Если вы наберете 100 очков, то сможете освободиться. Все воспоминания о миссиях будут стерты. Получить более мощное оружие. И восстановить полную копию человека. По памяти. А? 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 Поняли? Все. Мотивация персонажа готова. Теперь оказывается, что за эти 100 очков он может воскресить вообще всех, блядь, тех, кто умер. Вот он их смотрит. Кого может по памяти воскресить. Это литерали все, кто подох. Ну вот дальше, видимо, будет уже арка с воскрешением. Драгонболзы, так скажем, начинаются. Начинается Драгонбол. Ну ладно. Не, на самом деле нормально. На самом деле объяснено. На самом деле прикольно. И ничего против не имею. В принципе, что, мотивация хорошая у персонажа относительно плюс-минус. Короче, окей. Окей, окей.